И направление развития FEMAP, оно остается прежним. Мы стремимся к эффективному созданию высокоточных конечноэлементных моделей, которые точно отражают поведение инженерных структур, конструкций в реальном мире. И еще одна вещь, которую мы всегда уделяли большое внимание в FEMAP, это инструменты постобработки, которые необходимы аналитикам для того, чтобы правильно выполнять свою работу. И мы всегда использовали сильную идеализацию, предварительную обработку геометрии. И к тому же сильные алгоритмы создания сеток и в принципе создания элементов. Глубокая поддержка решателей, характерных для той или иной отрасли. Таких решателей, как NASTRAN, ANSYS, ABACUS и MSC NASTRAN. И вот, что я хочу подчеркнуть на боку, это кастомизация инструментов. FEMAP имеет полный интерфейс программный интерфейс. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, мы уделяем большое внимание кастомизации. То есть у FEMAP есть полный API. И мы с ним работаем в каждой версии. То есть все новое, что появляется в программе, также появляется в API. А теперь давайте поговорим о том, что же нового действительно появилось в 12-й версии. Но первые изменения, которые вы заметите, касаются пользовательского интерфейса. Мы улучшили визоляцию геометрии, особенно в спецификации, для того, чтобы упростить мешинг-цетку. Кроме того, мы добавили некоторые новые возможности, как пред-обработки, так и пост-обработки. И кроме того, очень важно, что в 12-й версии мы плотно поработали на поддержку решателей. Продолжение следует...